Ну что, друзья, приветствую еще раз всех, кто вместе с нами, ну а вместе со мной сегодня два классных парня. Вообще, они КВНщики, я очень люблю КВНщиков, ну изначально когда-то они оттуда вышли, поэтому могу сказать, что эфир сегодня будет веселым. А теперь позвольте представлю ведущие программы шоу «Подмосковные игрушки» на телеканале 360 Виктора Бромяна. Витя, привет! Всем привет, здравствуйте, Алла. Да, и также ведущие, а в этой программе «Подмосковные игрушки» как участник, постоянный участник. Еще модное слово «резидент» используется. А, резидент! А, ну слушай, ну это где-то модное, а у нас оно... Ошибка резидента, да? Сейчас была ошибка резидента. Сейчас ошибся, Сергей Шибенков. А есть какое-то интересное русское слово, красивое русское слово, заменяющее слово «резидент». Атернатива, резидент. Постоянчик. Напарник? Постоялец, нет, постоянный участник. Напарник. Нет, он тебе не напарник. Нет, ты знаешь, Серега, ты мне не напарник. Какой я тебе напарник? Ну ты на себя-то посмотри, ну согласен. Ладно, мы придумаем в конце. Я думаю, что наши слушатели нам помогут. Они хорошо владеют русским языком. Они же русское радио слушают. Поэтому, ребят, предлагайте варианты. Еще один подарок от шоу «Подмосковные игрушки». Сделаем. Сделайте. Ну пригласите к себе в шоу. Мы же зовете людей. Мы можем пригласить в шоу, посмотреть, ну как минимум, а как максимум, ну какую-нибудь классную кружку подарить-то мы можем. Подожди, во-первых, мы пришли в модных худи-толстовках с надписью. А вы мне принесли такую? Пока нет, смотрите. Смотрите, 360. А, вот так, да? Поэтому лимиточкой-то можем поделиться, если что? Смотрите, я думаю, что Али мы должны передать красивый зонт или дождевик. И деньги, например. А, то есть вы хотите, чтобы я поехала куда-нибудь в Лондон жить, да, где все время идут дожди? Можно. Мне кажется... Просто долго, лучше в Красногорск. Это близко, но также дорого. И тоже дожди, опять же. Ну ладно, действительно. И роскошный зонт. Ладно, давайте так. Подарок за альтернативное русское слово. Слово «резидент» от программы «Подмосковные игрушки». А пока слушаем Стаса Пьев. А ребята из канала 360, представляющие шоу «Подмосковные игрушки». У меня в гостях Сергей Шибенков и непосредственно ведущий Виктор Абрамян. Всем еще раз добрый вечер. Да. Слушайте, ну вы играли в КВН. Я уже за травку дала. Это особенные люди. Они веселые, находчивые. Да, это так или нет? Ну, конечно же, посмотрите на нас. Есть ли другие люди вообще, которые играли в КВН? Они либо веселые, находчивые, либо они не играют. Либо команды КВН «Кефир». Ну, какой. Ну, ваше мнение, чувство юмора, оно врожденное или его можно воспитать? Ой, как философская тема, философская, конечно же. Я так думаю, что, наверное, все-таки какой-то задаток чувства юмора, он рождается, в семье развивается. А уж потом это, конечно, школа. Вот КВН-то большая школа. Нет, КВН понятно. Я вообще, в принципе, говорю про людей, которые не играют в КВН, но у них хорошее чувство юмора. Он пришел, ха-ха, пошутил. Я к тому, что задаток есть, но его нужно развивать, конечно же. И более того, есть много ребят в разных проектах комедии, которые, ну, комедий Клаб Продакшн, да, которые развивают его. А можно не пиарить их? Нет, нет, можно. А, спасибо. Ребята, зачем? В разных проектах талантливых. В разных проектах комедийных. В разных проектах комедийных, давайте так говорить. Когда ребят занимаются импровизацией, ребята занимаются стендапом и прям не просто выступают постоянно, а разного рода школы. Были и школы КВН, Серега, ты помнишь, наверное, и есть наверняка школы КВН. И понятно, что, наверное, процентов 70 это врожденный талант, что называется, а 30% точно можно дотянуть, потому что были прямо на глазах ребята, которые базово были не очень смешные. Ну, вот как я, например, я уже не смешной. Но ты и остался таким, тебе не помогли школы. Не помогла школа. А я сейчас на стадии 10%, мне еще 20 нужно додать. Виктор, где эта школа ваша? Мы вам дадим телефоны. Ну, за эфиром. Слушайте, ну, я вот могу сказать, что мне кажется, из семьи очень много идет. Вот у меня, я сколько себя помню, у меня папа с хорошим чувством юмора, он со мной прямо, ну, сколько помню, с детства он всегда со мной шутил. И сейчас я смотрю, у меня у мужа хорошее чувство юмора, и у меня у детей хорошее чувство юмора. То есть, может быть, это генетически, как Сережа сказал, дается, а потом просто, если с ребенком все время шутишь, если все время прикалываешься на них. Вот у меня у средней дочери, например, у нее точно такое же чувство юмора, как у мужа. Черное. Черное и сарказмом. Ну, это тебе 70% базы, конечно, конечно. Они идут из семьи, и если у тебя в семье никто не шутит, то будет странно, если ты придешь играть в КВ на такое, ребят, ну, я сейчас всех порву просто. Так, мне кажется, не работает. А мне кажется, очень правильно, нужно прикалываться с детьми, нужно учить их этому раз, и не забрал дочь из детского сада. Все, пап, все, а ты такой, а, прикол, а, прикол, а, верно, развиваем чувство юмора, дочь. Папа, мне пять. Итак, у меня в гостях парни из канала 360. Круто звучит, да, ребята? На 360. Да. Так, «Подмосковные игрушки» — это новое шоу, которое вышло в эфир на этом канале, и ребята его представляют сегодня. Я хочу проверить ваше чувство юмора, раз вы веселый нахуй. Давайте попробуем. И я хочу, чтобы наши слушатели его оценили. Специально для вас придумала сегодня забава. Блиц со звездой. Самое смешное, что вы в последнее время читали в интернете. Гороскоп, прогноз погоды. А, анонсы шоу «Подмосковные игрушки». Ой, молодец, профиарил про себя. Ну, надо же хоть как-то. Правильно. Самый оригинальный комплимент, который вы делали девушке? Ну, ты прям ничего. Молодец. И что потом? Ничего, да? Вообще ничего. Поехал, пошел на маршрутку. Сразу и не скажешь. О, боже мой. Оригинально, действительно. Ну, так себе комплимент. Ну, так себе комплимент, да. Оригинально. Это Близ начался. Я сейчас думаю, что мы просто-просто беседуем, оказывается. Самый смешной фильм из последнего, который вы видели. А можно Афоню назову? Я в Молочи сто раз его смотрел. Ну, прекрасный фильм. Сосед, мне Афоня руд должен. Да, так, а твой? Ну, если без шуток, то «Треугольник печали». Смешной он? Мне показалось, что да. Я просто не смотрела. Да-да-да, ну, он прям получил кучу наград. А там была вот эта сцена, когда была качка, и все там вот это делали, да? Да, все так. Как в фильме «Трудный ребенок». Да. Самая смешная шутка, которую вы услышали в последнее время? О, я знаю. Это вот когда... Внучок, выпей этот самогон, пока мамка не видит, дед. А твой самогон уже вся семья ничего не видит. У меня короткий. Да-да-да. Такая вот. Я просто прям готовил смешные шутки. Как мне казалось. Да. Сейчас я думаю, какой лучше. Вот, давайте. Муж говорит жене. Муж говорит жене. Слушай, ну, мама все-таки твоя, мы ее любим. Давай подарим столько денег, сколько ей лет. Она говорит, что, прям подарим ей 60 тысяч рублей. А он говорит, а что ей прям 60 тысяч лет? Я тоже слышала эту шутку. Мне она понравилась. Недавно прочитала. Видимо, молодец, я тебе принес старую шутку. Спасибо. Спасибо. Газета тещин язык. Реклама была. Ну ладно. Что делаете, если после вашей шутки не смеются? Что? Продолжаем заниматься сексом дальше. А ты? Продолжаем не смешно шутить, видимо. Наверное, так. То есть все равно, все равно, рано или поздно ты своего добьешься. А вообще, на три смешные шутки точно одна не смешная, поэтому это неизбежно. И нужно не смешную шутку добивать смешной, чтобы скрыть плохое впечатление о себе. Я в этом уверен. Молодец. И, наконец, как вы реагируете, если вам не смешно, а кто-то пошутил? Хлопаем, конечно же. Ладоши или ушами? Чем получится. Чем получится, молодец. У меня сегодня в гостях ребята с шоу «Подмосковные игрушки», которое вышло на телеканале 360. Виктор Бромян и Сергей Шубенков. А я сегодня у слушателей в игралочке, у меня такая была игра, перед этим спрашивала. Но дело в том, что провели опрос, что раздражает россиян в соседях. Ну, разные проценты, там сказали одно, другое, третье. Вот как вы думаете, что ответило 50% собственных соседей? Ну, шум, мне кажется, шум самая популярная проблема. Ну, 90% тогда бы это ответила, а я сказала 50%. 50%, так. Неожиданное, что ты видела, да? То есть, если это не рэперы, которые вот это «Пошумим». Ну, куда? Ну что, 50% россиян, ну, рэперы, что ли, живут? К сожалению, да. Ну, потому что постоянно пошумим. Все люди, которые живут надо мной, они и рэперы, они пошумим. Ладно, тогда про вас. Дети. У тебя рэперы раздражают? Ну, в смысле, которые пошумим, я прошу, конечно. А, ну, понятно. Вот это топот, ор. Так, топот, ор, двигают мебель. А еще один раз, надо мной жили диджеи. И чего? Это в любое время. Я сегодня с ним разговаривала по телефону. Клянусь. Я, значит, сегодня разговариваю с Буритой. Я говорю, слушай, вот так и так, что такое было. А ты когда-нибудь... А он говорит, реально, мы с другом диджеили когда? Мы делали вот то, что ты сейчас говоришь. И он говорит, и они вызывали полицию, участковых. И мы там, извиня. А еще, говорит, они ходили и отключали рубильник. А когда они отключали рубильник, это ты был, да? Это я был. Ну, все понятно. Бурита Гарик, вот этот злобный чувак, из-за которого ты несколько раз переписывал треки. Все нормально. А я звоню Тату. Он сегодня просто рассказывал, это нам все в эфире. Ладно, хорошо. Шутки в сторону в этом вопросе. Я вам расскажу честно, что раздражает, знаете, что? Мне сложно их положить. Когда они здороваются. Точно. Но действительно это раздражает, я согласен. Причем, когда ты здороваешься, а с тобой нет. Когда лифт на два человека рассчитывает, здравствуйте. А вы едете на восьмой этаж, 15 минут, лифт медленный и молча. Хорошо, ребят, а как вы думаете? Вот у меня вопрос к вам такой. А давайте так сейчас песню послушаем. Давайте. Ну, давно не слушаем. Точно, давно не было песен. А потом вы мне расскажете... Ой, когда на русском радио нет песен, это катастрофа. А потом вы мне расскажете, как вы думаете, что вас, что ваших соседей раздражает вас. У меня в гостях ведущий программы «Подмосковные игрушки» Виктор Абрамян и его, по-русски говоря, резидент. Не по-русски говоря, а по-русски мы интересно хотим узнать. Я же Бенкова. Его резидент. Слушайте, я только что вас спросила, чем вы можете раздражать ваших соседей. Сережа сразу нам сказал, что он идеальный. Я лопатуша, абсолютнейший лопатуша, потому что у меня дома-то почти никогда не бывает. То есть я идеальный сосед, понятно, а ты? У меня в целом, сейчас уже тоже, да, но когда я еще не был женат, естественно, дома мы собирались с друзьями, студентами и веселились. Что же вы делали, Витя? Ну что, веселились. Шашки, шахматы, капот. Шашки, шахматы, но под громкую музыку. И однажды был случай, когда пришли соседи раз и говорят, так, ребята, мы все понимаем, молодые, веселые, но хватит. Мы такие, да, конечно, ну вот это, да, конечно, 10 минут все такие, все, 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 все. Ну и потом потихоньку вторая волна, потом третья волна, как это обычно у нас бывает. И в итоге уже звонят в дверь и стоят сотрудники полиции. Я такой, ребят, так, все прячемся по одной комнате, выключаем свет. И я говорю, ну, с кристально чистыми глазами, я бы сформулировал так, и говорю, никого нет, обознались. И, значит, все, все спрятались, тишина полная, свет выключен. Я выхожу чуть ли там не в трусах и в майке, да, и говорю, какая-то ошибка, да, что-то произошло. И открывается дверь, выходит мой друг и говорит, братан, мы не можем врать органам. Да, это были мы, но мы так больше не будем. И полиция посмотрела на нас, ну, все понятно. Но они поняли, что криминала нет, просто студенты веселятся. И вот тогда мы, наверное, раздражали соседей, сейчас уже нет. Не знаю, я бы на месте полицейского все-таки у Арбенина прописку смотрел бы. А она, Сергей, была. Была, да. Слушайте, ну хорошая история, но я могу сказать, что вообще хорошие соседи – это большое счастье. Вот у меня был случай. Наверное, это было года полтора назад, я живу на 26-м этаже. И вдруг в какой-то момент я прихожу домой, а у меня на двери, ну, на входной, на ручке, висит пакет. Ну, я так аккуратненько заглядываю. С пакетами? Там внутри коробка конфет, коробка печенья, причем дорогие, качественные такие, хорошие. Открытка красивая, в которой послание, письмо. И пакетик с какими-то там мягкими штучками. Я открываю, и в открытке написано. Дорогие наши соседи сверху. Это наш маленький презент вам. Дело в том, что нас зовут Иван, Софья и 11-месячная Катенька. И теперь мы живем здесь, да? Да, мы живем под вами. И иногда по вечерам вы двигаете стулом. Мы вам специальные подушечки такие прислали, чтобы вы наклеили их, и наша маленькая Катенька не просыпалась. Вот клянусь вам, я таких чудесных, милых людей правда не видела. Я, конечно же, наклеила, я купила эти подушечки, наклеила на всю мебель во всей своей квартире. И думаю, надо прийти к ним тоже с подарком. Но я человек очень занятой, и пока я шла, шла. Они состарились уже? Нет, они съехали. Ну было бы смешно, если бы пришли, а там никакой Катеньки и нет. Их просто бесили стулья, вот и все. Но все равно они очень интеллигентные. Ну, согласен, согласен. И очень красиво это сделали. И я подумала, что судя по тому, что это молодая семья, это маленький ребенок. Скорее всего, это очень молодые еще люди. Но я решила, что это очень молодые, но это очень воспитанные и очень мудрые люди. И прям я восхитилась. Итак, у нас в эфире ребята с канала 3060 программы «Подмосковные игрушки». Программа у вас веселая. Парни, вы тоже. Ну, не такие, как программа, но в целом такие, средненькие. Вот ты ведущий. Да. А шутки ты придумываешь сам, или у тебя есть автор, который пишет? Ну, с ребятами мы пишем вместе, просто мы, как вы знаете, выписываем сразу блог, например, 6 программ и снимаем на полтора месяца вперед. Вот. И поэтому какие-то ключевые моменты под себя я выписываю сам, потому что каждый ведущий под свою органику выписывает речь. А наполнение пишем вместе с ребятами, с авторами. Я хочу с вами поиграть. Давайте. Ну, наконец-то эта фраза прозвучала. Ну, как же с вами поиграть? А то это плеть в углу стояла. К чему, я думаю, это все, да? Наконец-то поднял. Это рожье должно выстрелить. Ну, а эта игра будет называться. Продолжалочка. Я предлагаю вам шутку, ну, на тему телевидения. Так. А вы ее продолжите на свой лап. Кто, если не мы, пошутит про телевидение? Ну, кто? Готовы? У нас только правда. Поехали. И ничего, кроме правды. У старых ламповых телевизоров пультом был я. Младший в семье. Ну, я тоже думал, что самый слабый в семье. Да, да, да. Передача «Пока все дома» закрывается в связи с тем, что... Ведущий умер. Ой, ну что за жесть. Чернота. Ты мог хотя бы сказать, что Степашка уже не то? Ну, давай, давай, давай. Как там еще раз? Передача «Пока все дома» закрывается в связи с тем, что... Кончились дома. Филя все-таки протерся. Нет, это же другая программа. Пока все дома, спокойно ночи, волши. Все труднее найти... Да, вот именно, что спокойно ночи, волши. Все труднее найти героев, у которых вообще все дома. Ну, сейчас такое... Правильный ответ был, оказывается. Да, был. Ну, ладно. Вот здесь я не буду называть правильный ответ, потому что он черный. И... А, все нормально, можно. Бери все на себя. Да, если хочешь. В конце передачи прямой эфир с Андреем Малаховым. Андрей забыл сказать «Берегите себя». В результате чего? Ой, хороший заход. Его бы поразгонять сейчас. А тут тоже время на разминочке пошло. Андрей, давай, погнали. Давай. Забыл сказать «Берегите себя» в результате чего? Что? Диана Шурыгина. Количество беременностей возросло? Да, вышло на второй круг. Например, что-нибудь такое может быть. Ой, я реально продолжать не буду. Сейчас люди вспомнили, кто такая. Там было что-то жесткое, я понимаю. Нет, там, если захотите узнать, шутка реально смешная. Но я боюсь, что она кому-то может испортить настроение. Есть же люди, которые не любят черный юмор. Поэтому посмотрите в интернете продолжение. Но нет людей, которые не любят Андрея Малахова. Нет, таких действительно нет. Я думал, что перестал говорить, потому что на него накинули, ну, знаете, непрозрачное покрывало. Ладно, продолжаем. Самое интересное в телевизоре начинается за пять минут до того... Как заходит генпродюсер? Ну, как в жизни так обычно происходит. Не, не в жизни, а у зрителя. А, у зрителя. Конечно. Самое интересное в телевизоре начинается за пять минут до того, как... Как начинается программа «Подмосковные игрушки». Или нет, там должно быть так, до того, как у папы начинается мать сборная России. А, да, вот это скорее. Или до того, как вам выходить из дома. Или так. И, наконец, самая большая разница между телеканалами, это, пожалуй, зарплата. Хорошая версия. Это хорошая, не перебью даже. Она мне нравится больше, но на самом деле есть правильная версия. Это прогноз погоды. У меня в гостях ребята из телевизора. А, из группы? Так, кто это? Из команды «Подмосковные игрушки». Все так. Да. Я хочу узнать, когда можно посмотреть вашу программу в эфире. Да, смотрите. 22.00. Вот. Я считаю, что сконцентрировано сегодня было у нас здесь. Потому что сегодня у нас на Али, понимаете? А там есть реально стоящие... А там нас больше. А там... И там есть реально стоящие резиденты, не только Сергей Шубенков. Но основной плюс в том, что мы не только играем, а есть разные смешные реквизитные конкурсы. Например, заставить байкеров оседлать быка Родео и продержаться на нем как можно дольше. Или, например, крутым космонавтам поиграть в реверсивных очках в футбол. Есть и такое. Но есть и интеллектуальные конкурсы, где мы через разного рода забавные, смешные викторины узнаем историю нашей страны, нашего региона, географию в том числе. И вообще классно проводим время. Поэтому шоу развлекательно-познавательно. Развлекательно-познавательно. Я поняла. Но все равно сегодня уже... Вы говорите, что вам было не так смешно. Нет, нам было смешно. Подождите, Виктор, а на каком канале нужно смотреть шоу подмосковные игры? 360. На канале 360. ЛДЖ написал песню про тебя. Я хочу тебя на 360. Это правда. Прекрасно. И еще... Он тоже мне писал об этом. Я хочу у вас спросить на браслеток. Если вдруг случается ситуация, сейчас весеннее обострение у некоторых людей, и вы сталкиваетесь с таким шуткой, можно снять напряжение? Только шуткой, мне кажется, и можно снять напряжение. И более того, вот каждый раз во время съемок шоу подмосковные игрушки, глядя на Сергея Шубенкова, в любое время года кажется, что весеннее обострение случилось прямо сейчас. Да, но я ношу с собой еще и отвертку, на всякий случай. Ребят, спасибо большое, хорошего вам настроения. Будем смотреть в эту пятницу все дружно ваше шоу. Кто в эту пятницу не будет... А кто в эту пятницу не будет, как в той песне. А я прощаюсь с вами до понедельника, до 7 часов вечера. Оставляю вас в компании с Иваном Соловьевым. Пока. Вечернее шоу Аллы Доблатовой.